Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. И сегодня я вам расскажу про те цветы на наших клумбах, которые могут стать агрессорами. Ну, может, немножко грубоватое слово, но тем не менее. Не всякий многолетник или даже летник стоит сажать непосредственно вашу цветочную клумбу. Потому что со временем, попав в более благоприятные условия, он может так разрастись, что будет выталкивать другие растения. Либо вообще размножится так, что картинка ваша испортится. Агрессивные растения, ну, они схожи с растениями, которые называют инвазивными. То есть в своих условиях они как бы себе сидят и умеренно развиваются, но попадая в такие благоприятные, там, где хорошая почва, где достаточно полива, вот тогда они и начинают буйствовать. Так, например, ландыш. Замечательный цветочек, прекрасный такой, который наполняет сад ароматом. Где-то в лесу мы видим лужайки не совсем такие и очень шикарные, но иногда можно встретить просто целые поляны, куртины в более благоприятных условиях. И посаженный в вашем огороде он может начать вести себя агрессивно. Поэтому, либо сажайте его в каких-то отдаленных местах, либо выбирайте сорта, которые имеют не чисто белую окраску, а нежно-розовую, махровые есть сорта. Они обладают не таким сильным ростом и не так быстро разрастаются. Либо создайте ему более скудные условия, например, на песочке и на солнышке, и там он будет чувствовать себя более сдержанным. Следующее растение, которое захватит постепенно ваш огород, милая медуница с красивыми листьями. У сортов есть листики с пестрыми пятнышками серебристыми. Если там просмотреть под хорошее увеличительное стекло, мы поймем, что это там скопление воздуха, которое задает такой изумительный серебристый окрас. Медуница дает много семян, которые разносят с успехом муравьи. И поэтому в разных уголочках вашего сада вы сможете найти проростки медуницы. Счастье заключается в том, что корневая система у нее неглубокая и расположена практически на поверхности. И не представляет такой угрозы захвата, когда мы не можем оттуда вытащить, или оставшиеся корешки будут все это заполнять и бесконечно прорастать. Поэтому с медуницей более-менее спокойно, но придется пропалывать ваш огород. Еще одно растение замечательное – энотера. Желтые замечательные цветочки дружно цветут в начале лета. И если вы посадите цветник, то она просто вот такими бодрыми, стройными рядами начнет распространяться по всему огороду. Захватывает все больше и больше пространства благодаря своим корневищам. Что с ней делать? Растение то хорошее, значит посадить ее в более ограниченные условия. Либо где-то возле дорожки, пусть она и дальше шагает вдоль дорожки, либо в каком-то уголочке ограничительном, тоже двумя дорожками или какими-то камнями, щебенкой, для того, чтобы она так быстро не распространялась своими корневищами. Колокольчик. Изумительные цветочки, какой бы ни был вид, все они дают очень много семян. Но вот особенно колокольчик точечный и его сорта – это просто будет бедствие. Он прорастает даже в любой щелочке асфальта или тротуарной плитки. И бесконечные вот эти вот всходы, они будут нас беспокоить очень долго. Поэтому спасение любителей колокольчика – это обрезать отсветшие соцветия, чтобы не происходило распространение семян. Так как их на соцветии много, коробочек много, а в каждой коробочке там порядка тысячи семян. Представляете, сколько будет дружных этих ребят желтых. Хочу предупредить вас насчет всех видов мяты, какая бы она ни была. Перечная, болотная, полосковая – они все будут давать такие мощные корневища. Одно другого мощнее у разных видов. И как бы вы не поддались на уговор, что пучок мяты вам будет очень-очень нужен для чая, вы должны понимать, что вот этот вот пучок через несколько лет заполнит огромное пространство и будет шагать по вашему огороду, все дальше, дальше и дальше расползаться. Выход какой? Значит, семенами она так себе размножается самосевом, но вот эти вот корневища надо ограничивать, либо вкапывать какие-то ограничители, лента бордюрная, либо можно посадить в любую никчемную емкость, в любой формы и любого состояния, потому что вы ее вкопаете, и там уже в земле неважно, мы не видим, в каком она будет в состоянии. И вот это вот ограничение на какое-то время, в зависимости от глубины вашей емкости, на какое-то время оно задержит мяту, либо душицу сюда же отнесем, либо мелису. То есть вот этих ребят вы должны держать под контролем всегда. Еще одно прекрасное растение – фиалка душистая, виола адората. Замечательные нежно-фиолетовые цветочки, которые цветут в течение месяца, с середины весны, но беда ее в том, что заключается, что она снова же дает очень много семян, и прорастая, это вам уже не медуница, прорастая, они дают такие цепкие, глубокие корневища, что даже маленький росточек очень неудобно вырывать. Срывается листовая масса, а корневище остается в почве и дает новые всходы. И снова же муравьи там вступают в работу, растрескиваются эти головки, все это разлетается, и посаженный маленький кустик через несколько лет вам засеет, ну, метров пять квадратных, я гарантирую. Ну, может, кому-то это и понравится, смотря от стиля вашего сада. Следующее растение, немножко из другой отрасли, это папоротник. И, казалось бы, о чем же ему размножаться? Неужели так вот спорами понесется? Да, страусник, кроме спор, у него еще есть подземные корневища, достаточно мощные. И страусник я бы рекомендовала сажать в больших садах или дачных участках, где-то по периметру, может быть, или под яблонями, он там будет замечательно себя чувствовать, и яблоню он не будет подавлять. Очень быстро распространяется, спустя несколько лет он уходит в такую свою силу и думает, что он там хозяин, поэтому держите его под контролем. Как я вам сказала, сажайте в определенных местах. К таким вот растениям, не то чтобы захватчикам, но которые очень активно растут, несмотря ни на что, ни что им не помеха, ни вредителей, ни болезни, это все, что связано с губоцветными, стелющимися, это яснотки, живучки, еще один такой есть парень, зеленчук, который, несмотря ни на что, пробивается и ползет, и ползет, и отломанный кусочек где-то, прибитый ветром или дождем, приживается, и понеслось, и понеслось. И снова же, семена завязывают эти растения хорошо, их растаскивают и животные, и люди, и они так вот приживаются, и шествуют. Если вас это не устраивает, то следите, обрезайте, удаляйте отцветшие побеги, и тогда мы сможем сдержать это растение, либо сажать снова же в контейнерах. Многие злаки ведут себя совершенно сдержанно. Вот, например, этому злаку, венесетному, уже, ну, наверное, лет 6. И он растет себе, вот нарастает из одной точки, такой кочкой, и все на этом. Но есть злаки другого поведения, именно агрессивного. Не буду многое перечислять, просто в качестве примера приведу вам очень красивый злак, колосняк, с необычайно серебристой, сизой такой листвой, стойкий, красивый. На фоне газона или на фоне зелени он смотрится, ну, очень величественно и задает такой необычный цвет в вашем саду. Но будьте готовы к тому, что многочисленные и мощные корневища будут бесконечно распространяться. И вот их уже спустя несколько лет будет трудно и жить из сада, потому что малейший оставленный кусочек он будет давать сначала новому росту. Поэтому, сажая колосняк, тоже позаботьтесь о том, чтобы сразу же ограничить его рост. Бывая где-то на природе, если вы не знаете, к какому семейству относится это растение и какой у него характер роста, ну, не тащите все в свой сад, потому что могут быть как и инвазивные виды нехарактерные для нашей флоры, которые будут вытеснять все у вас в огороде, либо даже такие милые растения, которые вы принесете из любви цвету, например, кислица или незабудки, либо такие замечательные цветочки, как охладки, которые весной радуют нас сиреневыми такими нежными цветочками, а потом они исчезают. Затем они бесконечно распространяются и становятся в наших огородах сорняками. Иногда их можно принести совершенно случайно, например, у незабудки очень, не то чтобы липкие, там такие щетиночки, которые слегка прилипают, но вот их в процессе нашего перемещения где-то можно принести на одежде, на обуви, поэтому возвращаясь откуда-либо из леса, из поля, смотрите себя, своего пса, смотрите, очистите, чтобы не было нежелательных, не упрошенных гостей. Ну и придерживаясь таких вот небольших правил, я думаю, вы сможете ограничить растения, которые проявляют себя несколько агрессивно, ну или давайте подберем слово не сдержанно в саду вашем, наверное, от того, что им очень комфортно там. Пусть в вашем саду все будет хорошо, до новых встреч, всего хорошего.